Веточка. Вчера принесла домой тонкую нить березовой веточки, спящей, замерзшей, хрустнула, и попросила пить, и померещилась белой рощей. Нет слов. А ты знаешь, их всегда нет, когда хочется рассказать о главном, как утро перетекает тобой в обед, а потом вечер все так же плавно, с карамелькой имени на языке, шепотом, полушепотом, чтоб не услышали, в небо. С надеждой, что там вдалеке ты тоже взглядом на небо. Вышел ли? Видишь, как отправляю к тебе поток пучсирующей, прорастающей нежной бездны. Научился читать между строк никчемности и фразы в скорлупках тесных. Знаешь, как боюсь проговориться во сне. Раздавить хрусталик люблю за щекой. Прячусь под одеяло, чтобы те извне не тронули звенящий уютом покой тихой ревностью. К моим вечерам в ожидании чуда, что вот отмучена. И, может быть, завтра уже с утра не возвращаться мне к роли заученной. Проснуться уже в другой судьбе. Вдохнуть и почувствовать запах ночи, где ты прорастал, распускался во мне космической силой березовой почки. Продолжение следует...